Всем привет, с вами Тед и это новости Старкрафта и не только. Почему и куда уходят профессиональные игроки и популярные стримеры, такие как Alex007 и Медоед из Старкрафта? Сейчас все по полочкам расскажем-покажем. Заходим мы на канал к Alex007 и ждем, где же наш Старкрафт и где много Старкрафта. Но находим только видос и попал в передрягу, где Alex007 показывает новую стратегию Казаки 3 или другие новые стратегии. Кстати, достаточно интересно, то есть если хотите ознакомиться реально с какими-то новыми РТС, вот вам советую канал Alex007. Ссылочка на его канал, как всегда, в описании. Видно четко, что Alex007 немножко подзабил на Старкрафт. Но как дела у Бассета? Бассет, в принципе, давно уже забил на Старкрафт и его канал сосредоточен на РТС, то есть только на различных стратегиях. Хотя на стримах Бассет вообще поигрывает в Valorant и я тоже подумаю, может вообще в какой Overwatch свичнуться с этого Старкрафта. Кто не знает канал Бассета, ссылка тоже в описании, классный контент по стратегиям. Медоед вообще залепил огромный пост о том, что ему совсем надоел Старкрафт, он из него точно уходит. И сейчас будет просто фаниться в различных играх, чем он, в принципе, и занимается. То есть в основном он даёт в World of Tanks, это в лучшем случае, и ссылка к обычному описанию. Или вот в Brawl Stars на мобилке, тоже отличное времяпрепровождение, на самом деле веселая игрука. Зест, Статс и Тиуай, профессиональные игроки в Старкрафт вообще заявили, что они полностью уходят из игры. Вот момент интервью со Статсом. Слушайте, ну почему я ухожу? Ну, вы же видели, как бы, последние мои игры против Бани. Я думаю, вы понимаете, в каком состоянии баланс, спасибо Близзам за всё, ну, в общем, вы понимаете. Вот Статс думает над своими стратегиями против Бани. Он понимает, что он играет протос против Терена, и его ждёт сложный матч, и ему нужно показать свой лучший скил, но это один из лучших его матчапов, и он точно должен суметь победить. То есть Статс полностью готов. А вот с таким лицом Бани продумывает свои стратегии. Он понимает, что он выходит против лучшего протоса на планете. Но он также понимает, что он выбрал правильную расу, учитывая то, в какой момент Близзы забили на Старкрафт, и он рад, что он Терен. Статс разведал глухую стенку, и хоть он понимает, что это может быть спрятанная вторая и третья база, он решает играть безопасно, играя в кибернетку до Нексуса. Он продолжает разведывать всё, но приходят КСМ, приходят марики, и физически у протоса может быть просто один юнит на пять боевых юнитов Терена, а ещё и с подкреплением, и остаются только пробки против ССВ, и просто Статс пишет GG, вот так вот он пишет GG. Ну так Терена имба? Да, Терена имба, но это не отменяет раздосадованности Статса. Мне очень жаль Статса после этой игры, но я думаю, он ещё сможет одолеть Терена, но есть же батарейки. К слову о батарейках, решающая игра серии. Статс открывается в проксе, Старгейт видит всё, что делает Терен, видит, что он играет с одной базой, что это 1-1-1. Он идёт защищать свою базу от мин, он просто видит всё, он понимает всё, что его ждёт, у него, в принципе, есть всё, что нужно, чтобы отбиться. Но при этом всё равно отбиться от дропа мин с очень положительными, так сказать, потерями, особенно если это 1-1 базовый дроп мин, практически невозможно. То есть оно, мина одна убивает адепта, это уже будет профитный, профитный как бы размен. Ну, здесь в придачу мины были невидимые, а Протас, естественно, без роба не имеет возможности сразу же их видеть, и Статсу приходится очень много контроля уделять просто банально тому, чтобы отбиться от мин. Тем не менее, тайминги у Статса отличные, и он сможет вовремя отвезти юнитов от этой мины, второй, короче, потом её обезвредить, и всё здорово. Но посмотрите, что делает Банни. Он просто берёт, срывает всех рабочих опять и везёт Тора через всю карту на сторону Статса. Посмотрите внимательно, то есть на буквально вот 4-5 минутах у Терана есть Тор, есть кучка мариков и просто есть медивак, и всё это, ну, намного сильнее любой армии Протас, которая может в этот момент появиться. Статсу приходится опять срывать рабочих, и все знают, что сейчас включится супер батарейка. Насколько поможет супер батарейка Статсу? Естественно, не насколько, потому что её, в отличие от рабочих, которые постоянно уничтожают армию Протаса, уничтожить возможно, а рабочих невозможно, и Банни одержит очередную победу. Статс заслужил настоящее мужское рукопожатие после такой напряжённой каточки, просто напряжённой катки. Он понял, что он выбрал не ту расу, и можно, в принципе, заканчивать, играть в эту игру, потому что патчей не будет. У Партинга, кстати, точно такие же успехи на GSL. Он выиграл только две карты за Фотоном, и в нормальной игре просто невозможно Протасом выиграть против Зерга. Причина, естественно, это караптеры. То есть, если вы Зерги не знаете, как уничтожить воздушную армию Протса, просто вспомните какого-нибудь юнита, который стреляет по воздуху, и посмотрите, как они расправляются с ними. И Партинг понял, что без Фотонок он не справится, но последняя карта не предполагает Фотонке, и он идет в такую вот сумасшедшую атаку на Зерга. Замечательные форсфилды, просто отличный микроконтроль, движение армии. Посмотрите на эти волшебные форсфилды. Но он забыл, что центри используют энергию на форсфилды, а ревагеры не используют. И в итоге три ревагера спокойно справляются со всеми форсфилдами, которые делают 8 полностью заряженных центрей. Королевы просто танкуют весь возможный урон. До заказа деллингов появляется за буквально 15 секунд, и Зерг просто отдавливает Протаса с варпризмой, с доварпами, с чем угодно, просто полностью его прогоняет. И, естественно, выигрывает эту следующую игру достаточно легко. То есть любые усилия просто бесполезны. Дарк, что ты думаешь по поводу этого боя? Тебе не кажется, что Зерги имба? Ну да, он выбрал Протаса, поэтому его в каждом бою будет на 60 лимита меньше, чем меня, и я легко выиграю. Повезло, что карт для Фотона только две, так как я не умею от него отбиваться. Ну что, поздравляем с легкой победой. Удачи, Дарк. Так, а что же я, Тед, куда я денусь, уйду ли я со Старкрафта, или еще что-нибудь произойдет? На основе действий стримеров, которых я упомянул, на основе того, что мои любимые игроки в Старкрафт тоже уходят, я решил провести аналитику канала. Как вы видите, хайп по Аликсу уже утих, мы спокойно держим прежние показатели. На данный момент месячный доход с канала висит на уровне где-то 80 долларов, и в целом меня это устраивает. То есть посмотрим, как будет двигаться дальше. Ну что говорит аналитика? Единственный день, когда не было у нас новых подписчиков, это было 19 марта, и в принципе до 19 апреля я планирую делать контент в том же ключе, где-то по три ролика по Старкрафту, и посмотреть потом, на какие мы как бы вышли новые обороты. То есть будет ли у нас новый буст по подписчикам или нет, будем смотреть. Итак, провел я, в общем, аналитику. То есть взял весь контент, который я делал, решил перепроверить себя на всякий случай. То, что я обещал, что большая часть, процентов 60-70 контента на канале будет про Старкрафт. В принципе, оно так и получилось за два месяца, учитывая, что в прошлом месяце практически Старкрафта не было, ну чистого, был в основном про Аликса контент. Вот, ну два месяца назад было 33 в общей сложности обучалки по Старкрафту, пять веселых видео по Старкрафту, то есть все было как обещал. Что самое интересное, ребята? Я взял, кроме первого видео по Аликсу, я его убрал, потому что, ну, оно типа хайпануло, его нельзя брать в общий расчет. Вот, вот эта вот штучка, это сколько я получаю, получается, в этой графе. Это подписчики, а в этой графе сколько долларов за одно видео в среднем, да, или сколько здесь. Вот оно, вот здесь вот, вот эта табличка. То есть за видос с Аликсом я получаю в среднем где-то 4 подписчика, ой, 4 доллара и 27 подписчиков. То есть вот так вот у нас идет расширение за счет видосов с Аликсом очень хорошо. За обучалки по Старкрафту мы получаем где-то в среднем доллар и где-то 6 подписчиков в среднем. Вот, ну что самое грустное, посмотрите, вот, то есть вот, к примеру, клевый видос, не все работают. То есть вот это я сейчас делаю скрин, я его запостил там в комьюнити, наверное, я так буду иногда делать. Начали смотреть. Ну, то есть вот этот видос, классный гайд по терранам, никто почти не смотрел, то есть, но его сделать было достаточно, ну, нужно было постараться. Вот этот видос тоже нужно было постараться, мне интересно, как он будет работать. И, ну, и он просто-напросто сейчас работает, грубо говоря, точно так же, как классный гайд на терранов. И самое обидное было, ребята, вот это. То есть нашел классное видео, где я брал стратегию трапа с GSL, отрабатывал ее на ладере, то есть это нужно потратить время, действительно найти террана, сыграть с ним в макро, не отлететь там от дропа мин или чиза. И в конце концов, то есть сделать для вас классный ролик, подмонтировать его, то есть, ну, скажем так, вот над этим роликом я старался. И в общей сложности он принес нам минус одного подписчика, то есть это было грустно. Вот, но да ладно, да, то есть мы все поняли, что в целом обучающий такой контент по Старкрафту, он не сильно востребован для развития канала. И вот здесь вот я сделал прогноз. То есть прогноз мой такой, что если я буду делать только видосы про Аликса, мы где-то за 100 видео получим плюс пару тысяч подписчиков и 400 баксов. То есть 100 видосов про Аликса, это было бы круто, конечно, сделать. Но, наверное, мы не будем делать 100 видосов про Аликса, они все-таки, ну, когда-то должны закончиться. И, в принципе, уже пора подходить к концу. Вот, но при этом какие-то фан-видео по Старкрафту намного больше будут нам приносить именно сабов, да, то есть развитие канала и мне как мотивация именно финансовая, как это в два раза больше долларов будет приносить, скорее всего, чем обучалки по Старкрафту. Лига Легенд, конечно, выпала здесь пока что из выборки. По Лиге Легенд, кому интересно, я советую подписываться на другой мой канал. Там будет, возможно, Лига Легенд выходить. То есть если он пойдет, который там в челлендже на 1000 видео. Вот. И что самое интересное, новые игры, ребята, новые игры, они тоже, в принципе, учитывая, что на них трудозатраты небольшие, в среднем приносят тех же самых нам подписчиков, те же самые монеты, чуть-чуть даже больше, чем обучалки по Старкрафту. Поэтому я думаю, что я буду делать сейчас свой контент, который будет выходить. Это будет Старкрафт в ближайший месяц-два. Мы посмотрим, будет ли патч по Старкрафту. И если будет патч по Старкрафту, и будет хотя бы новые карты, то по нему, конечно, будет продолжаться интересный контент. То есть если патча не будет, ребята, просто, ну, к сожалению, Старкрафт вот встал на месте. И я довыпускаю в течение месяца-двух контент, который у меня не выпущен. То есть он записан, но не выпущен еще. И мы перейдем, что будут какие-то обучалки где-то. Вот сколько роликов в месяц. Три ролика в месяц обучалки. Лига Легенд пока не будет. И будет фановые, другие всякие ролики. Они будут выпускаться. То есть вот такой вот мой план был. Потому что, к сожалению, пока что Близзы забили на Старкрафт. Чисто на Старкрафте держать канал не вижу смысла. А что вы думаете по всему этому поводу? Обязательно пишите ваше мнение в комментарии. Ну, а с вами, как всегда, был Тед. Кто здесь первый раз, жмите на черепаху, чтобы подписаться. Или посмотрите другие мои ролики, чтобы получше узнать, что тут происходит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok